Чем дальше, тем веселее. Тут сегодня я узнал новость. Оказывается, президент подписал у нас изменения в Криминальный и Криминально-процессуальный кодекс, которые вступят с 01.01.2020 года. Ну, то есть, получается, с следующего года. И тут интересные, скажем так, моментики возникают. Например, у нас появляется новая статья в Криминальном кодексе, а это 286.1. Керывание транспортным засобом в стане алкогольного, наркотичного, чьей-иншого стремления, або предфлевом лекарских препаратов, чрезвычайно, вагота, швыдки с реакцией. То есть, это уже криминальная ответственность. Дальше, ну, это как бы бог с ним. Не садитесь за руганами. Но мы развиваем эту, скажем так, этот моментик. Вы едете за рулем. Прекрасный день. Чувствуете себя прекрасно. И вас останавливает полиция. Вы начинаете рассказывать им о своих правах. Полицейским это надоедает. Ну, надоедает, надоело ему. Такие умные, умные, умники. То есть, все прекрасно все знают, прекрасно все понимают, свои права. И ему начинает казаться, что вы в состоянии наркотического опьянения. Или же выпили. Ну, введите себе как-то неадекватно. То есть, адекватные поступки, это когда вы должны сидеть, руки на руле. Он говорит, вы выполняете все четко, как по команде. А тут вы себе что-то позволяете. И у него закрадывается такой моментик. А вы, наверное, пьян. Или под действием этих наркотиков. И то изменение, которое внес нас президент перед уходом, вообще супер. Далее. Это уже криминальный проступок. А криминальный проступок, это криминальное карное деяние, невеликой тяжкости, яка нанесе великой суспильной небезпеки за вчинение, яку передбачено менсерово покарание, неж за злочек. И что может делать полицейский? Ну, как бы по закону полицейский, пункт 298, ст. 2, пункт 4, о том, что люди, которые пребывают в стане алкогольного и наркотического состояния, то может задать себе шкоды, або оточение. Можно затримать. Ну, затримать не больше, чем на 3 часа, 3 годины. Ну, вроде бы, всего лишь 3 часа. Господи, какие вопросы? Но, то же есть у нас другие пункты. Например, пункт 1. Чая особо видмовляется в закону, в умову полноваженной службовой особости, это припинание криминального проступка в отчин и тёпа. Вот вам и всё. То есть, полицейский решает, что вы не хотите выполнять его законные требования. Или, не дай Бог, чая на тёпа. Пробуй, докажи, что это было. Значит, что полицейский может быть? Задержать вас уже не на 3 часа, а задержать вас. Согласно этой статье пункта 4, до 72 годы, замов, предпоченным пунктом 1.3, те, что я называю, это как раз, это то, что вы не подчиняете законным вымогам. Чичин – это опер. То есть, вас удерживают на 72 часа. Далее. Согласно криминальный проступок должен быть тоже закончен в течение, то есть, тут же предъявляют вам педозы. И в течение 72 часов должны будут закрыть это дело. Ну, то есть, передать его в суд. То есть, получается, ситуация, вас закрывают на 72 часа. Тут же являют подозрения. В это время вас укатывают, объясняют вам, что вам лучше признаться. И тогда вы пойдете домой раньше, не будете сидеть 72 часа. Уйдете раньше. Вот как только признаете себя виновным, что вы были в состоянии руководного опьянения, никаких вопросов. Ну, заплатите штраф и пойдете себе спокойно домой. И если вы согласились, далее у нас, как в 1937 году, есть изменения в судебной системе. Суд нам говорит, что суд, разглядав виновальный акт, что это вчинение криминального проступка, без проведения судового розгляда, в судовом заседании, за отсутствие участников судового проважения, что виноватчинные неоспория, установленные при части знаний обставан и изгодны за розглядом виновального акта. То есть, вы подписали, никто вас не будет приглашать. Даже судебное заседание не будет проводиться. Вам просто принесут платежку и вырод, которым вы будете решить право и будете платить денег ускоренно проважения.